Всем привет, с вами интернет-магазин kado.ru Покупайте лучше, а про остальное забудьте В этом видео я хочу рассказать про весеннюю обрезку и про пилы, которыми нужно обрезать и как выбрать садовую пилу для обрезки Весенняя обрезка начинается в феврале-марте когда еще сок по дереву не пошел когда еще почки не набухли и листочки не расцвели и рекомендуется обрезать именно тогда, когда еще дерево спит Для этого используются специальные пилы садовые и в нашем магазине представлены три фирмы Это фирма Doobai, данная пила 27 см фирма Berger, данная пила 30 см и фирма Silke Здесь пила 330 мм Это три разных ценовых категории и три разных качества и три разных уровня Давайте начнем с пилы фирмы Doobai Это итальянская фирма переводится как два вала Данная пила 270 мм поставляется вот в таком удобном чехле пластиковом который можно очень удобно повесить на пояс Тут есть два крепления, которые можно на пояс вешать И вы вышли в сад Когда надо, достали пилу, обрезали и убрали То есть она у вас всегда с собой всегда под рукой То есть можно наносить и пилу и секатор Секатор с одной стороны, пилу с другой стороны Сама пила имеет три уровня фиксации Для чего это сделано? То есть если вам нужно обрезать на уровне груди то мы используем такое стандартное ровное положение То есть нам легко, удобно обрезать вот именно таким способом Вперед-назад Если вам нужно обрезать выше то вы изменяете угол наклона лезвия и обрезаете Для этого вам не нужно выворачивать руку туда-сюда а вот вы на высоте, вам удобно вы обрезаете То есть очень удобно вы обрезаете на высоте Вот на уровне головы Если вам нужно внизу где-то обрезать то вы соответственно меняете в самое нижнее положение ставите угол пилы и обрезаете уже таким способом То есть трехпозиционная пила Делается все очень качественно Здесь металлическая система как раз изменения наклона лезвия Очень хорошая мощная пружина Прослужит все это очень долго То есть на свои деньги эта пила тянет и полностью оправдывает вложенное в нее средство Пару слов о самих полотнах Все полотна сейчас на данный момент изготавливаются в Корее в Южной Корее И они имеют импульсную заточку и три грани режущих грани И еще один немаловажный факт что этой пилой вы пилите не от себя как стандартные европейские пилы а вот именно по японской технологии к себе То есть усилие именно идет к себе Это немножко обусловлено японской культурой у них все наоборот все сделано То же самое что не только пиление но и там мы строгаем от себя дерево они вот и к себе строгают то есть немножко все у них перевернуто все наоборот Далее пила Бергер здесь немножко качество уже получше изготовление то есть и сами ножны и ручка да, что можно сказать что чем отличается например Дубаи от Бергера это качество изготовления то есть у Бергера качество изготовления немножко повыше вот на самих ножнах стоят специальные ролики для чего это сделано когда вы пилу убираете она не царапает ножны да, потому что пила она быстро рассарапала бы эти ножны и они превратились бы то есть здесь была бы дырка просто-напросто то есть она как бы скользят по этим роликам и не портит ножны такие ролики есть и на Дубаи и на Бергеры а вот на зубате их вообще три, три ролика пилы можно вернее у этих пил можно менять лезвие то есть если вы затупите это лезвие и оно уже не будет подлежать заточке то вы всегда можете купить запасное лезвие здесь очень просто откручиваются винты отвинтил вставил закрутил все очень просто вот и вообще рекомендуется брать сразу покупать пилу там и к ней уже полотно сразу же запасное либо берут запасное полотно уже другим шагом зубьев здесь также импульсная заточка качественно сделаны зубья пилы опять же таки пилим на себя качественная прорезиновая рукоятка и качественный пластик который здесь используется то есть это немножко выше чем уровень доубаи немножко они как бы получше поэтому цена у них различается ну и самый высший класс это японская пила силки то есть это самое лучшее пила которое существует сейчас на свете грубо говоря то есть здесь очень много технологии начиная от заточки зубьев и кончая даже толщиной полотна это полотно дерево не закусывает то есть она не вязнет в дереве достигается это тем что разная толщина полотна идет об ушок он тоньше чем само режущее лезвие то есть здесь потолще а здесь потоньше и получается такая если раньше пилы делали специально такую разводку для того чтобы пила не вязла в дереве чтобы сам пропил был шире чем само полотно поэтому она не вязла теперь они их практически не разводят если есть разводка не очень небольшая но за счет вот этой толщины пила не вязнет то есть это уже такая высокая технология достигается за счет того что само полотно обрабатывают потом она просто здесь делают тоньше на специальных станках пила профессиональная тоже есть возможность замены самого полотна очень просто здесь все отвинчивается и меняется то есть ручка здесь многоразовая ручка здесь полностью резиновая ручка очень удобная очень хорошо лежит в руке и имеет само полотно параболическую такую структуру полукруг считается что именно с таким полукругом вырастает производительность пиления когда мы просто ровно пилим и когда имеется полукруг то здесь возрастает именно производительность пиления плюс еще здесь есть такой ограничитель то есть пила не будет соскакивать то есть она будет пилить режущей частью там где есть зубцы а здесь она будет упираться то есть она не будет соскакивать со ствола или с режущей поверхности с поверхности которую мы отпиливаем ну и уже само произведение искусства это нужно вообще пилы японские пилы они напоминают японские мечи японская катана самурайские мечи то есть у них было все доведено до высшего так сказать уровня и само лезвие и заточка и ручка ручки это были вообще произведения искусства специальная была оплетка специальные всякие детали которые украшались уже саму ручку меча вот и ножны тоже были произведением искусства и здесь то же самое то есть японцы сохраняют свои традиции вот этого оружия инструмента то есть они привнесли традиции оружия в инструмент и здесь вот даже собрать сами эти ножны вот они здесь можно их отстегивать то есть если у вас пила находится на ремне и чтобы ее снять отстегнуть нужно просто ее отстегнуть на специальный такой пластиковые защелки плюс внутри вставлены ролики если здесь один ролик на бергер и на доу-бои то здесь целых три ролика раз два три еще один внутри там где ножны сами проходят то есть здесь они как будут попадают раз вовнутрь и плюс еще раз и защелкиваются то есть то же самое было исполнено на японском мече катана а также защелкивался для того чтобы вытащить там одну руку она просто как бы пальцем большим вытаскивалась и здесь то же самое получается что мы берем и большим пальцем ее вытаскиваем вот так что все что чтобы вы не купили будет правильным поэтому нужно ориентироваться во-первых на свой бюджет сколько вы готовы затратить то есть если вы хотите действительно крутую профессиональную пилу то это силка если у вас вы хотите приобрести что-то очень качественное но за умеренные деньги то это бергер но если вы любите тоже хорошее качественное то это доубаи но немножко за другие деньги чем бергер но тоже с хорошим высоким качеством и есть еще у дубаи вот такая пила это такой старинный ретро стиль но сами полотна ножовки такие же современные также сделаны в Корее также здесь специально трех позиционная заточка на зубе но имеют они такую вот ручку эта ручка кстати с виду она такая неказистая с другой стороны она достаточно удобная вот мне удобно держать эту ручку если у вас не такие не очень большие объемы то замечательно это пилой обрабатывают обрезать деревья здесь также можно имеет возможность замены лезвия вот эту пилу можно повесить на дереве она имеет специально красную краску покрашена краска краска которая видна издалека то есть эта пила у вас не потеряется никогда вы всегда увидите ее на дереве где она висит очень удобная пила и стоит небольших денег так что покупайте все эти пилы в нашем интернет магазине коду.ру покупайте лучше а про остальное забудьте лезвия и лезвия лезвия